Губернатор Игорь Рудене провел заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан. Участие в нем приняли сопредседатель совета митрополит Тверской Кашинский Савва, члены правительства региона, представители законодательного собрания вузов, главы муниципалитетов и духовенства. Проблема с демографией одна из наиболее острых для Тверской области. Регион находится между двух столиц. Как следствие, большой отток жителей трудоспособного возраста. При этом уровень рождаемости оставляет желать лучшего. Этому есть целый ряд причин, отмечают ученые. Достаточно распространенным явлением стало выживание мужчины и женщины без регистрации брака. Достаточно лояльно общество относится уже к союзу лиц одного пола. И перечень этих проблем можно продолжать. Принимавшие активное участие в разговоре представители духовенства отметили общий кризис института семьи как таковой. На это накладываются и экономические аспекты. Когда для того, чтобы обеспечить хоть более-менее приемлемый уровень жизни, активно приходится трудиться обоим супругам. В итоге рождение ребенка откладывается на потом. Поэтому государству необходимо предпринимать целый комплекс мер, убеждена Русская Православная Церковь. Повышение значимости и престижа многодетной семьи, отцовства, материнства и детства. Это укрепление нравственных устоев личности в обществе, актуализация русской идентичности, популяризация здорового образа жизни, создание необходимых социально-экономических условий, определяющих устойчивый рост рождаемости. В Тверской области за последнее время власти предприняли целый ряд шагов. Региональным правительством принято решение о создании Министерства демографии и семейной политики. С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе представление субсидий для семей с пятью и более детьми на приобретение транспортного средства, единовременная выплата в размере 5000 рублей на покупку школьной формы ученикам первых и пятых классов и целый ряд других мер. Каждый семейный мороженый дэкс, отчетки, на данный момент с 58 предметов. Также мы освободили вот уплаты за бусы, твердых коммунальных отходов, многолетные семьи и с нового года заработает целая система не поддержки многолетних семей. Кроме того, весной текущего года правительством региона было принято решение о предоставлении молодым семьям, где родился или усыновлен малыш, единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Деньги могут быть потрачены на частичное погашение кредита за жилье. Также с будущего года молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тысяч рублей, а при рождении третьего – 500 тысяч.